Всем привет, народ! С вами Алекс Фрэш. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Висконсин. Итак, мы сегодня займемся пуском электростанции, потому что, блин, уже восьмая серия по прохождению Висконсина. А сейчас у тебя есть три секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик! А я никак не добрался до электростанции. Собственно, я понял почему. Я не обращал внимания. В прошлой серии типа сказал, что там какой-то значок у нас там где-то был. На что-то, на какую-то миссию. И, короче, доступ к двум точкам. А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игры AlexStore. Ссылка в описании. Вполне логично, что это вот завод по металлу и кирпичный завод. Это вот 100%. Металл нам нужен, кирпич тоже. Но кирпичи я сначала вытаскаю те, которые у нас остались лишние. Потому что мне в прикол карту разобрать на запчасти, так сказать. А потом уже будем возить недостающие. Ну, хотя нам, в принципе, до первого этапа завода нам должно хватить вроде бы как. Ну, на участок на А и на Б. А вот на участок В у нас, по-моему, не хватит кирпичей. Да, и мы тогда их уже притарабаним вот отсюда. И, скорее всего, я даже не знаю. Скорее всего, я не знаю, на чем я поеду. В идеале, наверное, гнать Анг с прицепом четверкой. Ну, по расходу топлива не знаю, что из этого выйдет. Наверное, ничего хорошего. Короче, будет видно. Будет видно, поэтому я предлагаю сейчас тупо взять и забабахать электростанцию. Хотя я до этого говорил, что нужно там тачку вытащить и так далее. Посмотрим по времени, что получится. Но, в первую очередь, я думаю, что нужно пускать электростанцию, потому что от нее много что зависит у нас. Итак. Что делаем? Что нам вообще нужно? Металлические балки 2Х. По-моему... Нет? Нет. Ха-ха! Есть смысл сюда приехать с прицепом, да, получается? Тут еще производство кучи всякой фигни. А, вот тут вообще бесконечные балки. Или отсюда забрать балки. Или вот здесь взять бесконечные балки. Причем тут и прицеп сразу стоит. Но проще отсюда уже взять, чтобы сюда не кататься. Так. Грузовой контейнер. Кстати, смотрите, крупногабаритные грузы, грузовой контейнер. Грузовой контейнер точно двойка. Значит, крупногабаритный. Это значит четверка. Значит, четверка нужна. С краном. Четверка с краном. Так. Ага. Грузовой контейнер, получается, здесь два штуки. О, кстати. Тут есть. А где у нас еще есть контейнеры на складах халявные? У нас, по-моему, несколько складов. Так. Тут песок, который я по-прежнему не вдупляюсь. Зачем он? Угу. Тут бесконечные контейнеры, да? Понял. Здесь топливо. Да и все. Дальше у нас запчасти всякие. Ой, производственные участки. Металл-балки. Два. Понятно. Грузовой контейнер. Понятно. Расходники где взять? О, вот тут еще один грузовой контейнер. Ну, наверное, проще отсюда взять, потому что все равно два нужно тащить. А где расходники взять? А, вот тут расходники тоже есть. Блин. И не хватает места. Не хватает места. Хотя. Топливо, кстати, тоже, смотрите. Икс-8 нужно. Угу. А! Икс-6. Икс-8. А, Икс-8. А тут Икс-6. А тут сколько топлива? Короче, нужно этот контейнер брать вот отсюда. И потом уже ехать еще раз. Потому что у нас много ходок получится. А топливо. Топливо, топливо. Где-то у нас было бесконечное топливо. А где было бесконечное топливо? А-а-а. Вот тут. Так, короче. На Анке сейчас есть смысл отвезти один контейнер. И заправиться. Пока что мы его не тпхаем в гараж. Потому что здесь для него нарисовалась работенка. И вот эту тачку, которая... Черт его знает, что там стоит. Убывает Western Star, по-моему. Нужно тоже... Так, сейчас оно профризит, как всегда. И потом начнет нормально работать. Что нужно. Нужно будет перегнать туда вниз и там загрузить. Я думал, там взять два контейнера. Но учитывая расстояние, сколько нужно с ними кататься. И сколько нам суммарно нужно сделать ходок со всяким хламом. То идеальный вариант это... Взять отсюда контейнер отторобанить в одну харю. Потому что здесь, в принципе, близко и никаких проблем с дорогой не будет. Вот. А потом уже вместе на Анке и с той тачкой ехать туда. И мы, в принципе, почти все заберем. Пусть лучше на Анке мы сделаем лишнюю ходку. Одну, чем на полуприцепе лишнюю ходку катать. Потому что, смотрите. Там мы заберем пять топлива. То есть, один полный грузовик, так сказать. Пять топлива. На Анке мы отвезем два контейнера образно. И еще нужно что-то еще отвезти. То есть, получится суммарно на Анке три ходки. А на том пятиместном две ходки. Как-то так. Поэтому нам нужно Анк додержать до последнего. Чтоб он не развалился. Чтоб бак его не развалился. И сгонять еще... Вот помимо этой ходки сгонять еще две. Чтоб отвезти еще один контейнер. И отвезти два расходника на электростанцию. Потом мы Анк восстановим. И уже можно будет лететь за металлом. Ну а за топливом мы потом тоже уже на новом сгоняем. Потому что туда дорога достаточно плохая. Нам топлива не будет хватать. Что-то я неправильно посчитал. У нас там топлива шесть, по-моему. С чего я взял пять топлива. А, я знаю с чего я взял пять топлива. Пять топлива взял. Блин. На заправку нужно было заехать. Снова поехал. На карту посмотрел, забыл уже. Пять топлива взял с того, что... Я просто посчитал, типа, что мы сейчас загрузим, типа, там... Два расходника сюда. Два контейнера в этот. В полуприцеп. Туда еще одно топливо влезет. Короче, вот как-то так я насчитал. Поэтому получилось непонятко немножко у меня сейчас. Типа, пять топлива. Топливо, по факту, нужно все выгребать. Так тогда, блин, есть смысл таскать ту тачку два раза просто гонять туда. И все. То есть анг, по идее, не нужен. Короче, мы сейчас туда, наверное, загоним. Блин. Интересно, на скольких процентах начнет идти урон. Это мало. Количество топлива, так сказать. Разгрузить. Отлично. Поехали обратно. Сейчас до заправки доеду, потом посмотрю, ту тачку нужно нам заправлять или не нужно, или по пути потом заправим где-то. Так, ну смотри, пять мест. Пять топлива, окей. Остается одно топливо, один контейнер и два расходника. А, ну да, то есть есть смысл на той тачке просто два раза съездить, чем анг гонять несколько раз, иначе придется еще раз. Вот если бы не одно лишнее топливо, все было бы четко. Я сейчас, получается, тупанул. Ну да пофиг. А так бы пришлось туда гнать. А так тут хоть склад поменьше уже. Хотя можно и оттуда-сюда что-то перетаскать. Так. Карта. Карта, карта, карта. Иди сюда, дорогой. 255. Я думаю, нам хватит. Я думаю, нам хватит, так что сейчас поедем грузиться. Грузим тогда, что грузим. Наверное, загрузим сразу разнообразие. Контейнер. Одно топливо и два расходника. Анг, ТПХМ в гараж. И будем... Будем, 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 наверное, покупать прицеп. И лететь туда фиг знает куда. За металлом. И потом на прицепе притащим сюда металл. И так же можно будет потом, если что, сгонять за топливом. Причем с прицепом. Загрузите прицеп и этот. Потому что нам, в принципе, нужно будет... Ой. Показалось, не туда еду. Нужно будет еще на бумажную фабрику. Еще, по-моему, топливо нам нужно. Поэтому, по-моему, оно лишним у нас не окажется. А, кстати. Я же, блин, записал в телефон. Надо будет открыть. У меня записано все. Записал, как в прошлом прохождении. Чтоб не путаться. Сейчас скажу, что нам нужно на бумажную фабрику. Причем именно на вариант А и Б. А на вариант В у нас ничего не записано. Итак, что у нас есть, собственно. Нам нужно металл 4 штуки. Рулоны. Металл 4 штуки. А, ну понятно, откуда привезем. Рулоны 18. Ну, понятное дело, завод откроется. Топливо 4. Блоки 4. Кирпичи 4. Цемент 2. И плита 2. Дофига всего нужно. Просто дофига. Блин, а может сразу туда тогда гнать что-то посерьезнее? Я бы оттуда сразу кирпичи забрал. По-моему, там всего 2 кирпича. Там же 2 кирпича наверху. Да. Но тогда есть смысл пригнать сюда четверку. Прицеп. И тогда забрать металл на прицепе и... Кирпичи в кузов загрузить. Как-то так. Чтобы лишний раз не кататься. Ползет. Или не ползет. Как всегда прицеп в воздухе. Кстати, что-то производство чего тут? А, так смотри. Тут топливо бесконечное. А нам только топливо нужно. И прицеп тянуть отсюда ради топлива. Проще на заправку съездить туда. Точнее, на склад там, где бесконечное топливо. Так, что-то мы со спуска нифига не можем ехать. Что за фигня? Что это за фигня? Так, кстати, мне разворачиваться тоже не нужно. То я уже думал, думаю, надо развернуться. Так, что мы грузим? В первую очередь контейнер. Поближе к себе. Есть. Дальше. Расходники. 1, 2. И топливо 1. Кстати. Нам назад чуть сдать, посмотреть, что там валяется. Четверка или не четверка. То я проезжал как-то и не посмотрел. Так там ничего нет. По карте контейнер там. Там нет ни черта. Странно. И чем дальше, тем чаще. Странно. Так. Заглушен? Заглушить. Че, наверное, разок можно прокатиться тут, да? Просто мне, если честно, эта дорога не очень. Через склад, мне кажется, было бы даже быстрее. Ну ладно, попробуем. Там воды вроде бы немного особо. А вдруг повезет. Да хотя бы не может повезти. Так. Неплохо загрузились. Прям разнообразие. И потом еще одна ходка чисто за топливом. И все. И потом останется еще, еще два топлива останется. И металл. И все. И больше нифига. Зато у нас откроются бесконечные эти рулончики. Наверное, бесконечные. Ну, скорее всего, бесконечные. И кирпичи тоже должны быть бесконечные, по идее. Спасибо. 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 Все. Прям. Кек. Это было быстро. Даже с места не сдвинулся Ну как обычно Как обычно Погнали анкам вытащим У меня уже когда туда заезжал Я так подозревал что придется на анке таскать Иногда Туда сюда Лужа маленькая Но садится в ухнарь просто Обратно буду ехать не через эту лужу Обратно так же как туда ехал Так а че там по дистанции Дистанция такая хорошая Ого Дофига на самом деле Капец Он вообще нифига не проехал получается Да блин Ты издеваешься Че за лебедка такая Детская Ну анг понятное дело едет Никуда он не денется Сейчас до асфальта доедем И там уже лебедку задействуем А так лучше потихонечку Тут конечно накатывается колья Но нам тут в принципе прокатиться еще разочек И наверное особо больше не придется нам кататься Камни мешают Прям чувствуется что он раз такой рывочек пошел Потом снова натянулся Оооо Свобода Давай Еще хотя бы одну ось И лебедка пошла в ход Ох как Но анг все равно вперед ползет Нет сейчас вперед он не ползет Из-за камушка Из-за этого Но главное что назад он не откатывается Да видите Лебедку отпустил сразу вперед Раз поехал Камушек тут мелкий мешал Из-за него не мог проехать Ух ты блин Я надеюсь мы сейчас не опрокинем его То это будет смешно Надо тогда сильнее заворачивать Фух Так Поехали Полный привод Блин Хорошая лужа Ну мы там наверное вокруг быстрее побъехали уже Хотя там по моему тоже что то подобное было Хотя знаете Учитывая что с ангом Это достаточно быстро Можно будет еще раз ангом дернуть Как раз и анг не гоняем Не убиваем его А на этой тачке еще запас прочности Вроде бы как есть Так ну че Разгружаться будем или нет Ну ехай Отлично Так Вроде бы столько всего везли А нифига не привез Я знал что не впишусь Что у нас осталось на складе Трубы тут или что тут А малые трубы Нам будет их куда то заюзать Приятно когда склад становится пустым Так че по заправке Я думаю заправляться я сейчас не буду Потому что нам топлива хватит На кружок Так как у нас сейчас больше чем пол бака Это значит точно хватит Топи Не хочет ехать Ну, кстати, вот пустой хорошо ползет. Мне прям нравится. Кстати, учитывая дорогу, как сюда добираться и как ехать от того производственного цеха, так сказать, производственного цеха, нифига не цех там, походу. И, в принципе, даже можно с того расстояния катать, если нам нужно, например, конкретно сюда на бумажную фабрику. Это топливо. Потому что там, в принципе, у нас никаких проблем по дороге вроде бы и не будет. А если с этой, ну, с этого склада, который тут рядышком, тут минус в том, что нам по-любому приходится ехать в объезд, потому что там завал на дороге из камней, который объехать возможно, но очень большая вероятность того, что опрокинешься. Поэтому приходится там вокруг, нужно ехать. И в этом нет ничего хорошего. Кстати, кстати, спасибо за комментик. Только я не знаю, какое сейчас по счету видео вышло на канале. По-моему, пятое, хотя по факту восьмое снимаю. Вот. И один добрый человек написал мне, что тайм-кодик скинул, что вот после этого перехода, когда я перешел на карту, на следующую, там, он говорит, что если ехать прямо, то будет гараж. И раз он так написал, то, скорее всего, там полноценный гараж, то есть его не нужно строить заново и так далее. Просто приехал, открыл, и он работает. Поэтому нужно будет как-нибудь туда сгонять. И, так сказать, будем иметь в виду, что нужно будет там в первую очередь побывать на той карте, чтобы открыть гараж. Да и, в принципе, мы, если там будем вдруг проезжать, то по-любому, наверное, заедем. Да и, так сказать. А, есть. Происовка, походу, фиговая. Сейчас, думаю, надо посмотреть, может, сейчас появится. Да, четыре места. Четыре места. Тяжело будет его забрать оттуда, учитывая, сколько там камней. А забирать нужно на чем-то вот, типа вот как у меня, только кран еще повесить нужно. Мгновенная загрузка просто. Такая, за две секунды. Так, останется еще два места топлива. Блин, а мы ведь можем притянуть топливо, если не будем брать кирпичи, да? Так выходит? Или как? Там же у нас, по-моему, производство топлива есть. На том заводе. Хотя я могу ошибаться. Такое ощущение, будто он лапами цепляется за камни и все. Так, сейчас чекну. А, нет. Ну тогда ладно, тогда пофиг. Так, где-то манк. Боже, подумал, тачка где-то на дне уже не видно за значком. Да в смысле? Я ехал 2 км в час, блин. Какого черта? Да бывает, летишь, блин, как свинья какая-то. Нифига урона не прилетит. Тут еле едешь, хлоп тебе на, по баку 6, по колесу 6. Чуть-чуть. Не дотянул. Коробка, блин. Ого. Хорошо сел. Блин, ну я сажусь с ним. Я не знаю, на чем он там сидит. Походу прицеп за что-то цепляется. Или я не знаю, прям вообще все плохо. Надо вперед проехать. Он все равно меня назад стаскивает. Будем подтягивать. Да, первый раз я получше заехал. Или уже раскатал, но по-любому камни. Прям по-любому. На понижайке анг просто не тащат. Но сейчас начал ехать. И у нас причем камней не было. Ты чисто он так сидел. Снова встал. Не, ползу. Ползу, ползу, ползу. Отлично. Прям вообще медленно ползу. Надо сейчас этот мелкий камушек объехать, чтобы можно было сразу нормально лебедиться. Хлоп такой, типа. Переехал камушек, сразу раз, движение пошло. Давай, сейчас автомат воткну, блин. Выдернет сразу. Тут и камушек не помешает. Он сейчас просто выскочит, наверное, с-под колес. Отлично. Выехали. Супер. Сейчас тут доеду и где-то тут брошу. Просто смысл. Пока переключишься тут, тоже проще так. Анг, походу, тоже за секунду остановился. Вот это вот очень хорошо работает сейчас. То, что тачки тормозят резко. В принципе, остается вообще фигня. Две балки. И две канистры. Все. Мелочь. Сейчас, короче, ангтп хаем. Я не знаю, может быть, возьму. Наверное, возьму коробку там получше на него. Потому что задолбался. Останавливаться. А хотя, блин, на анкиш там коробка эта долбанная. Он будет шлифовать просто там. Будто по асфальту. Это на эту нужно поменять коробку. Я его, наверное, сейчас обратно отгоню. Потому что мы, скорее всего, дальше будем на нем кататься. По этой местности. Почему нельзя сразу все разгрузить? Типа или одиночно, или все. Я понимаю, типа, что, типа, все не разгружает. Типа, чтобы вдруг мы куда-то что-то там везем. Типа сюда чуть-чуть, туда чуть-чуть. Так можно сделать и выбор. А, что такое? А, провода? А, что они тут один провод? А, это от ЛЭПа. Блин, а я смотрю, думаю, нифига там проводов столько. А тень только одна. А, что ЛЭПа один? А, там еще где-то один должен быть. Да, есть. Первый, второй. А, первый, второй. Это вообще колея у нас тень от колеи. Запутался. Так, едь давай. Слушайте, это что? Смотрите, 106 литров было 180. То есть мы 80 литров, чтобы туда сгонять и обратно. Вот. То есть нам еще на одну ходку хватит топлива. Хотя она нам не нужна, но... В целом. Мы же так не помешаем никому? Наверное, нет. Пересесть на Анг. Ла-ла-ла. Так. Эвакуация. Так, сейчас это надо проверить теорему Пифагора. Как узнать, сколько у нас денег? Денег сколько? Сейчас узнаем, сколько денег. Хочу проверить удаление прицепа. Как оно работает. Потому что писали, кто-то писал, что просто удаляется. Типа, что бабки могут не вернуть. Так, бортовой. 3-400. Купить. Итого. Мы имеем... Давайте последние вот эти цифры, потому что так будет проще. 28 500. Так, хорошо. Закрепленный прицеп удалить нельзя. Боже, как я вообще нажал сюда. Хорошо. Так, давайте отъедем туда чуть-чуть. Чтобы не в магазине стоять. Открепить. Выбранный прицеп будет удален без возмещения стоимости. Если прицеп необходим для выполнения задания, то задание придется начать заново. Окей. Знаете, на самом деле, учитывая, как я отношусь к прицепам здесь в игре, так даже лучше, чем вообще никак. Что с тобой не так? А, функции были включены. Функции были включены, но в функциях ничего не подсвечивается. Боже, как я не хочу с этой хренью ехать. Вы себе не представляете. Есть у нас другая четверка адекватная какая-то? Нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Йокорный бабай. Блин, и топливо уже выкатали. Стоп. Нам реально могут пригодиться несчастные 3 литра. Сейчас солью с кого-нибудь чуть-чуть. Даже 10 литров уже. Так, надо маршрут себе нарисовать, куда мы вообще поедем. Сюда. В идеале нам подняться сюда. Слушайте, аж тут вообще не развернусь. И бросить прицеп. Или загрузить и бросить. Потом сюда на миссию. Вытащить тачку. Наверх отметить дрова. Заехать сюда. И потом поехать обратно. Ужас. Просто ужас какой-то. Ну, поехали. Движок, наверное, нужно было поставить послабее какой-то, да? Чтобы расход был поменьше. Но с этим прицепом, я чувствую, я намучаюсь. Главное не завалить его с металлом, потому что будет очень обидно. А завалить его, хоть он даже и какой-то, знаете, типа, ну, типа низкорамник, что ли. Его все равно очень легко завалить. Он менее устойчивый, чем обычный прицеп. И все за счет любимой подкатной тележки. Потому что она себя ведет вообще неадекватно. Слушайте, как я тут буду ехать с этим прицепом, огруженным? Это работает? О, работает, отлично. Ну, тогда проедем, наверное. Фига тяжело. С пустым прицепом еле ползу просто. Просто еле ползу. А у нас еще металла там будет 4 штуки. Ой, 4, 2. 4 места, в смысле. Ух ты, слушайте, а тут, наверное, можно удобненько вниз спуститься, да? По течению как раз он, наверное, очень хорошо попрет вниз. Даже не важно, с прицепом или без. Так, вон гараж наверху. А у нас уже минус 10 литров. А мы еще даже ничего не сделали. Мы только заехали... Хотел сказать, в лужу, но... По сути, в реку, в горную. Можно какую-то промежуточную передачу воткнуть? Полупонижайка, так сказать. Хотя, по факту, я могу вот тут просто взять и все. И поехать себе счастливо. Но нет. Так дела не делаются. Спасибо. Стоп. Глушим. Ты куда? Пшу. Хм. Да? Думаешь? Ну, поехали. Мне нравится твоя идея. Хо! Офигеть! Прицеп так сел, что просто я поднялся на этот, на гусак на этот. Так. Куда идем мы с пирточком? Большой-большой секрет. Тебе бычок и мне бычок. Деревья трухлявые-то. Правильно? Правильно. А значит, можно ехать. Или нет? Плохо едет. Но едет. Так, главное, он за этот пенек не зацепится, иначе он нам очень много проблем сделает. Но, в целом... Ты че, блин, завалить его не можешь? Оно валится чем угодно. В целом... Лучше, чем я ожидал. Все сейчас проходит у нас. Единственное, что я не догоняю, идет подъем наверх. Ну, типа, я могу сейчас себе проложить его. Но я хочу, как нормальный человек, подняться. Так, ладно. Э! Экономия. А именно, экономия времени. Главное, чтобы прицеп тут сейчас проехал мимо этой елки. Отлично. Все, шикарно. Больше проблем я не вижу. Так, сейчас вокруг этих тоже объедем, чтобы выехать на дорогу. Примем миссию и наверх... Сюда. Потом тачку вытащим. Ну, в целом, пока что все отлично идет. Я могу спереди за что-то там? Нет? Кстати, мы сели. Че, реально спереди не могу? Да, не предлагает нифига. А че мы сели вообще? Непонятно, че сели. Просто так. До этого сколько проехали, а тут хлоп. Там, где вроде бы нормально двигались, начали садиться. Обратно будет весело ехать, конечно. Но мы доберемся. Кстати, почти минус полтос уже. По топливу. Это нифига не мало. Так. Сначала заглушить, потом прочитать. Не знаю, про донесу себя в воду. И зачем он только туда поехал? Помоги достать машину моего друга из болота. Пожалуйста. В долгу перед тобой не останусь. Ну, ладно. В долгу перед тобой не останусь. Сейчас я ему тачку достану, а он потом такой. Ну, ладно, можешь ее заправить и отремонтировать еще. Это вот 100% так и будет. И никогда не пишет, когда нужно будет этим заняться. Грязным делом. Ремонтировать там, что-то еще, что-то делать. Так, надо сейчас заехать и сразу развернуться, а потом загрузить и отцепить. Поэтому мы сейчас будем заезжать крайне каким-нибудь идиотским способом. Блин, а тут сразу надо было так заезжать и все, и не париться. О, фонарь появился. Столб стоял, а фонарь попозже чуть появился. Так, че? Че по коллизии? Или все плохо? Ох, ты ж, блин. Ну? Нет? Ну, ничего страшного. Нам не впервой. Такой фигней заниматься. Вот. Давай, давай, давай. Все. Отлично. А вы переживали. А вы переживали. Так. Так, нет, это не мне. И не на платформу. Это на прицеп все. Вот, вот, отлично. Так, и теперь, собака, только, блин, не выделуйся, когда я тебя буду обратно цеплять. Все. Так, давайте вытаскивать эту какаху из реки. Доставить к дому. Ну, понятное дело, куда. И дрова, надеюсь, засветятся. Надеюсь, дрова засветятся. А нафига у нас там метка сейчас висит? Я туда сам поставил или что? Просто по пути, раз мы тут, мы сюда все равно уже, получается, ездить не будем. А, ну хоть и за дровами приедем. Как бы надо уже выполнить миссию. Ага, я понял. Он не на ходу, скорее всего, да? Хотя тот выглядел на ходу, а мы его подкромсали, которые хотят ремонтировать. Кстати, вот тот, походу... Где он там находится? Кстати, вот тот, реально, ту миссию нужно будет проходить с гаража другого. Это будет офигенский просто вариант. Другой гараж открыть и просто с гаража приехать техничкой и отремонтировать за 2 секунды. Это же там, да, или нет? А, нет, это нифига не там. Это почти там, да, или где? А, нет, это вообще противоположный переход. Блин, я думаю, типа, там же переход рядом. Но в то же время, я думаю, об этом переходе. Но понимаю, что переход рядом. И я такой, типа, а где она там стоит вообще? Сейчас понимаю, что я там нет. Ух ты, тут бревна какие-то есть еще. Так, вперед чуть подтянемся. 143 литра. 143 литра. Ну, знаете, наверное, хватит нам топлива. Единственное, что задом его, конечно, тянуть. Я не знаю, как это будет. Так бы, может, он сам еще подгазовывал. А так мы его чисто как большая черепаха тащим. На себе. И стопаки светятся так, будто он... А он ведь реально тормозит. Стопаки-то горят хорошо. Но он-то тормозил, блин. Когда мы лебедку тащили. Надо его этот выворачивать как-то. Иначе это будет проблемой. Он на ходу. Собака. Поэтому он и выделывается. Сейчас развернем и пойдет. Давай, давай, давай. Куда ты денешься от меня? Это Джеймсишка, по-моему, или что это такое? Так, время. Но время уже позднее. Сейчас она фризанет еще раз на утро. Во, мне не фризануло. Теперь погнали. Бампер какой-то тюнячий у него. Так, он в автомате пойдет? О, он в автомате ползет. Ох ты ж, блин. Так. Что-то справа у нас вырисовывается. Погнали направо. Или. Блин, там столько камней. Ну ладно, погнали направо. Посмотрим, что там. Просто погнали направо. Посмотрим, что там. Что там смотреть? Я вообще не знаю. Мы там проедем, не проедем? Дорога неизвестная. Куда ты поперся уже? Причем не туда, куда собирался. Но такой. Типа я знаю, что я делаю. На самом деле я без понятия, что я делаю. А, то есть мы просто вот это вот. Нет. Там еще камни, возможно, будет подстава. Так бы можно было бы наверх сейчас попробовать выехать. А, это типа, чтобы вот так вот? Да ну. Ну это бред. Это серьезно бред. Сейчас за камни зацепятся. Хотя, наверное, зря я сейчас понижайку врубил. Мне кажется, на автомате он прям поактивнее ехал сюда. Нам тут понижайка явно не нужна по камням. Наоборот, нужна тяга. Максимальная просто. Сраное дерево. Взяло нас, остановило, как всегда. Блин, дрова эти забрать бы. Но хоть буду знать, что сюда лучше ехать на каком-нибудь анке за этими дровами. Может, больше ни на чем мы их не заберем здесь. Я понял вас. Давай, скажи, отремонтируй. Фух, спасибо, что не сказал. Я бы сейчас убил бы эту игру. Так, дрова отметились. Можно заглушить и поехать... Сюда за кирпичами. Не лучший вариант, но мне подходит. Поехали. Нет, стоп. Надо развернуться нормально, съехать, чтобы... Сто девять литров. На обратную дорогу у нас станется мало топлива. Я вам скажу. Стоп! Стоп! Твою налево. Назад. Погнали назад. У нас, оказывается, проезд есть. На ту сторону. Только не упади. Только не упади на бок. Так, теперь ручник. Надо подкорректировать чуть. Ой. Короче, как-то так. Подходит? Ну, боже. Ну, мы, в принципе, без груза, поэтому нормально. А там, кстати, снизу хорошая дорога. Но здесь просто мы сейчас экономим и время, и топливо. Даже больше топлива, потому что время как-то сейчас... Ну... Вот это подстава сейчас была. Каменистая подстава. Так, нам, по-моему, куда-то налево там. Блин, очень жестко воротит туда-сюда. Офигеть. Кто тут дом строил вообще? Кто тут строил дом? Кто здесь вообще жить может? Все, минус дом, минус кирпичи. Поехали отсюда. Ну, вниз чуть полегче будет. Ну, по топливу, по идее, у нас сейчас, учитывая, что мы груженые, обратно ехать, сейчас, наверное, будет все прям впритык по топливу. До гаража впритык. Так, а если гараж проедем, то... Может, и до заправки нам хватит. А, кстати, на заправке что-то фигня стоит. Просто в гараж заезжать, это отцепи прицеп, купи другой прицеп, заправься, продай, прицепи обратно, поедь дальше. Ух ты ж, блин. И так далее. В общем, весь набор. Ужасный спуск просто. Если бы камни были чуть поменьше, было бы хорошо. Вот за счет огромных камней, его сразу туда-сюда, туда-сюда, сразу начинает кидать. Собака! Нееет! Да в смысле? Нет, он на ходу. Давайте заглушим пока что. Да. Так, ладно. Это мы сможем забрать попозже. Но раз мы потеряли груз, есть смысл заехать за дровами. Как бы. Только я не помню, куда нам дрова нужны. Сейчас посмотрим, куда нам вообще нужны. Нужны на бумажную фабрику дрова или нет? Нет. А куда они нужны? Куда-то нужны были дрова, я точно помню. Метеостанция. Деревянные доски, это фиг знает куда. Восстановление фермы, тут рядом. К дому на юге, к дому на севере. Блин, а сюда бревна как раз нужны. К дому на севере. То есть, смотрите, мы сюда еще приедем с грузом. Только с лесом, блин, приедем. Ладно, пусть валяются дрова. Кирпичи, блин, просрал тупо. В смысле? А, это эта миссия выбралась. Фу, блин. А я смотрю, думаю, так мышь только что, тачка исчезла. Думаю, что ремонтировать-то нужно. Понятно. Где там наша миссия? Как она там называется? Я уже потерял ее. Топливо 2. Где там топливо было? Ну, знаете, учитывая, где прицеп, учитывая, где мы, учитывая наш объем бака, можно изгонять за топливом. А этот груз, ну, заберем потом на чем-нибудь. На чем-нибудь заберем. Обидно, конечно. Что кирпичи потеряли, но уже ничего не сделаешь. Потерял сам виноват, нужно было аккуратнее ехать. Сейчас главное, чтобы топлива хватило, потому что не хочется в гараж тп ехаться. Просто взять тот прицеп, цепануть, вытащить к дороге и потом просто каким-то боком, чтобы получилось доехать на этих парах. До заправки. И оттуда мы тогда заедем на этот. За топливом. Чтобы запустить электростанцию. А потом едем обратно, цепляем прицеп и через гараж в сторону электростанции двигаем. Ого. Ну вот это нагрузочка. Я прям почувствовал. Сейчас будет смешно, если мы еще эту фигню завалим. А ее завалить проще простого. Тут есть направление типа дорога? А, нету. Понял. Погнали тогда куда-то в лесок. По-моему, он зацепился за дерево, которое подо мной прям. Так, давайте просто сразу. По чуть-чуть, по чуть для экономии. Бревен хватает, поэтому мы сейчас тупо прямо вытянемся. Везде. Нифига вообще не тянет. Даже дерево подняли. Кто спросит. Почему я бочиной цепляюсь? Учитывая, как расположены деревья, иногда бочиной лучше цепануться. Дальше протянешься. Потому что морда, если бы он цеплялся за какие-то дальние, так он цепляется за то, что вот прям под колесами лежит. А тут можно мордой цепануться, например, вперед. Так, 58 литров. Но до заправки должно хватить. И тогда мы сразу закроем электростанцию эту. Мне сейчас главное до дороги дотянуть прицеп, чтобы мы потом за ним сюда не возвращались. Но все равно типа отсюда выезжаем. Лебедку мы сейчас юзаем чисто для того, чтобы сэкономить топливо. Чтоб нам хватило топлива туда долететь. Так, бодрости побольше стало. Но нужно будет сейчас уже где-то тут отцеплять. Знаете, с одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо, что кирпичи потеряли. Сейчас сразу за топливом сгоняем. Так ведь или нет? Если, конечно, доеду. Так как это весьма спорная штука. Просто смотришь далее, понимаешь, что ехать еще дофига. А топливо осталось на 4 минуты. Смогу ли за 4 минуты туда доехать или нет? Так, давай по максимуму. Там, где нифига нет. Ну, точнее, воды поменьше. Нифига нет, говорю. Там, где наоборот, все подряд валяется. Ну, как активно поехал, да, только что? Прям вообще в кайф. Ну, мы уже много проехали, мне кажется. Половину точно. У меня уже дорогу вижу. И заправка где-то тут рядом. А что там светится? Металл, что ли? О, вон груз валяется. Я помню, как мы тут тонули чуть-чуть. Ой, за что зацепился? Что-то на дне есть. Дерево, наверное, какое-то. Ну, зацепился тупо ни за что. Так, 34 литра. Заправка. Я тебя вижу. Только нам придется еще обратно ехать. Ну, ничего. Главное, топливо теперь не потерять. И, кстати, хорошо, что мы не с концами там перевернулись. Что мы так на бок чуть прилегли и смогли завестись. Иначе пришлось бы эвакуироваться. И все. Но ничего, нам еще сложный путь обратно. Потому что через ту реку, мне кажется, будет не очень приятно ехать. Особенно с тем прицепом хорошим. В скобочках. Но зато, когда электростанцию запустим, мы просто можем возить сразу на этом же анке. Просто начать таскать жестко этот рулончики наши и так далее. Что там светится? А, металл. Понятно. Думаю, я что-то подумал про вот этот металл, которого нет. Кстати, зато тени есть. Металла нет, но тени есть. Видишь, металл нет. А он есть. Не понял. А. Я перепутал. Думал, я отсюда приехал. Думаю, что-то как-то... Я же вроде... Вроде отсюда, а вроде бы нет. Так, лужа. Хлоп. Отлично. Даже не почувствовал. Такое ощущение, что заправил, он ехать начал. Просто... Покормил его. Ага. Ну ладно, поехали направо, потому что я помню, слева что-то мы буксовали. По-моему, даже на анке. Или фиг его на чем буксовали. Ну, буксовали точно. Мы тут сейчас где-то через дворы прокатимся. Лучше пеньков нет, да? Или есть? Будем считать, что нет. Ёпта. Сейчас на бак завалю, походу. С такой ездой. Да, тут он прям зарывается хорошенько. Пара-пара-пам. Все. Осталось забрать прицеп и приехать на электростанцию. И мишен комплит. Просто будет мишен комплит. Летим. Ой, зачем я это делаю? Еду так, типа, чтобы получить урон, а потом сказать, блин. Нифига зарывается. Так, я, наверное, поеду направо. Там дорога чуть пошире. Хоть там больше будем застревать, но там безопасней. Так что пойду сейчас направо. Ломай ёлку. Капец, тут говно. Зато идешь потихоньку. Никуда не заваливаешься. Все хорошо у тебя. Тонкий намек на проезд. Непонятно куда. Блин, а дорога реально хрень полная. Такое ощущение, будто на понижайке еду. Так, давайте чуть с краешку, чтобы зацепа побольше. Отлично. Мы выбрались. И сейчас финишная прямая до прицепа. Так, вот тут нужно как-то так... Вроде бы с краю, но не слишком. А, нет, нормально. Просто подумал, может крен какой-то будет тут. Пятое. Ну-ка. Нет, мы зароемся, лучше газ отпустить. Потому что гребет вообще до усрачки просто. Отлично. Заправились. И нам сейчас хватит прям до электростанции доехать. Ну и до заправки. Мы сейчас туда потратим где-то сколько литров. 20. И с прицепом, наверное, еще соточку, чтобы доехать. Да или до гаража полтос, наверное, потратим туда на подъем. Так, тут как лучше ехать? Прямо или справа? Справа меня смущает вот эта вот горочка. По которой я не сильно хочу ехать. Ну тогда вот так вот сделаем, чтобы и не по следам, по своим. Прицепа вообще не видно. Нифига тут яма. Удачно прям заехал. Четко в яму прям. Сел посреди улицы просто. Вот так вот. Давайте, наверное, по камышам. Я, наверное, так и проезжал, да? Что-то есть какие-то там непонятные следы? Да, я так и ехал. Логика всегда работает одинаково у меня. Так, о, прицеп есть, отлично. Уже вижу его. 153 литра было, 160 с чем-то. Да, как раз двадцаточка до прицепа. Это пенек там торчит? Что это торчит там? Да, вроде пенечек. Блин, я снова сюда налево поехал. Не смотрю вообще на следы, но еду четко по своим следам обратно. Кирпичи. Блин, придется туда тачку с краном гнать. В идеале пригнать две тачки, потому что тачка с краном, как бы, куда ее там? Тащить на завод? Не очень вариант, потому что здесь для нее работка еще есть. Всякие грузы тут позабирать, поотвозить. Поэтому в идеале пригнать типа Анг, тачку с краном, загрузить. Там все это дело. И потом тачку с краном дальше по делам, а на Ангке отвезти кирпичи. Или как-то, не знаю как. Все. Можем ехать. Наконец-то можем ехать. Фух. Ух ты, смотрите, крюки какие. Ой, куда я еду? Четко прям... Ну, серия уже больше часа идет. Но у нас четко прям одна серия на одну миссию. Но миссия серьезная. Миссия серьезная. Прицеп прям изо всех сил такой. Я не хочу наверх. Я хочу там остаться. Так, начинается веселье. Он сейчас еще четвертую воткнет. Прям перед тем, как сюда заехать. Да. Ну, я прям знал. Я прям просто знал. Ну, кстати, мы едем. Но прицеп еще не заехал особо. Вон, камушек между колесами. Вот сейчас как раз. Это для прицепа. Для прицепа. Давай, колесиком. Колесиком. Оп. Камушек с нами будет ехать. Так, давайте лебедиться. Нам ничего не остается. Кроме как задействовать лебедку. Только сейчас нужно проехать так, чтобы мы прицепом могли за этот же столб, наверное, лебеднуться. Потому что мы приехали уже. Нет, мы не можем лебеднуться. А-а-а. Тогда дальше лебедимся. Че? Там че-то в камне есть. Там че-то в камне есть. О! Доехал уже. Прикинь. Реально че-то в камне там есть. Офигеть. Так, мне походу рано. Лучше на понижайке. А, сюда же зацепился. Кустик. Крепкий. Да вон, спереди дерево. Черт тебя дери. Или стол. Но он все равно за куст цепляет. Зараза. И, наверное, не рабочие какие-то. Все рабочие. Не хочет просто. Не понравилось ему. Так, 111 литров. Значит, нам хватает до заправки. В гараж ехать не нужно. Отлично. И у нас как раз полный набор для электростанции. Ну, тут только сейчас будет чуть-чуть веселый проездик, по идее. За счет камней. Но я думаю, проблем не возникнет. Все. Если морда проехала, жопа уже не опрокинется. Че? А, я понял. Ёпты. Забирай свои слова обратно. Если морда не заехала, жопа уже не опрокинется. Чуть не завалил. Просто чуть не завалил. Поперли. Давай. Газ в пол. 100 литров ровно. Все. Добби свободен. Тут мы уже точно доедем. Точно не опрокинемся. Точно не застрянем. Точно не закончится топливо. В общем, тут уже какие-либо проблемы исключены. До конца поездки. Тут прям гарантия 100% без смс-регистраций. Но нам, походу, придется еще один ант купить. И вообще, нужно будет ту хрень огромную, которую мы из поля вытащили, посмотреть. Если на нее можно поставить кран и кузов одновременно. Ради прикола можно будет на ней прокатиться, затестить, что оно такое. Понять проходимость и тогда уже понимать, что на него вешать. Какие на него прибамбасы вешать. Типа там лес на нем возить. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, он под лесовоз заточен. Но в тех условиях, я думаю, четко будет понятно, как он себя будет показывать. Поэтому неплохой вариант, мне кажется. Думаю, так и сделаю. Заодно и посмотрим, на что он способен. Блин, а в натуре мы же ведь можем... Как раз те работки не очень приятные, там сделать как раз на том кране, если туда кран становится. И не гнать ту малолитражку, так сказать. Ему побольше колесики. Он бы по камням лучше проезжал бы, по идее. Он слишком маленький. Супер! Так, все. Электростанция. Никуда не денешься от меня. Надо будет еще на заправку потом заехать. Заправить. Или потом уже заедем. Ого. Что-то как-то я так залетел в поворот стрёмненько. Поехали. Продолжение следует... 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 И отлично будет. Эх, ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.